Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самарские теннисистки готовятся к US Open. Когда пройдет рейтинговый турнир, узнаем в новостях спорта. Бюджет Самары на 2021-2023 годы пополнится новыми средствами. Их распределят на социальные нужды. Деньги поступят из вышестоящих бюджетов. На заседании Городской думы побывала Виктория Шарая и готова рассказать, на что направят средства. На строительство второй очереди школы на пятой просеке направят 100 миллионов рублей. Еще 6,5 миллионов дополнительных средств пойдет на строительство детского сада по адресу Подшипниковая, 27. Деньги нужны на дополнительное водоотведение, чтобы грунтовые воды, которые оказались слишком близко, не подтапливали подвал здания. Также средства направят на поддержку и развитие пассажирского транспорта Самары, на благоустройство территории, прилегающей к этнокультурному комплексу Парк Дружбы Народов. Об этом говорили на заседании Думы городского округа Самары с участием главы города Елены Лапушкиной. Оно прошло под председательством Алексея Дегтева. В целом у нас бюджет изначально носит социальную направленность, потому что все в интересах жителей, все в интересах города, разных возрастных групп, социальных групп, от детей, ясеного возраста, до ветеранов, пенсионеров. И сегодняшние изменения, чуть менее полумиллиарда рублей мы получили, они связаны с капитальным ремонтом и приобретением общественного транспорта, очень для нас важных метрополитенов. В итоге доходы бюджета городского округа Самары на 2021 год составят 32 миллиарда 645 миллионов рублей. На 2022 год 29 миллиардов 858 миллионов. На 2023 год 29 миллиардов 726 миллионов рублей. Изменения традиционно приятные. Мы учитываем средства вышестоящего бюджета в объеме более 400 миллионов рублей на этот год. Данные средства будут направлены на поддержку городского общественного транспорта, в частности нашего метрополитена. Часть средств выделяется на ремонт автомобильных дорог, ну и другие социальные нужды, которые присутствуют и всегда присутствовали в нашем муниципальном бюджете. На дополнительные средства город приобретет здания, в которых разместятся новые ясельные места, закупят жилье для отдельных категорий граждан, улучшат условия проживания участников Великой Отечественной войны и их вдов. Виктория Шарая, Константин Головин, События. На этой неделе в городе начнут работы по перекладке теплотрасс, которые находятся под проезжей частью. Они будут вестись на трех маршрутах – на пересечении Московского шоссе и улицы Гастелло, на улице Волгина, а также на улице промышленности. Об этом сообщили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Соответственно, движение транспорта на этих участках ограничат. Напомним, что временная приостановка движения связана с подготовкой города к будущему отопительному сезону. В этом году специалистам необходимо модернизировать тепловые сети на 58 городских объектах. Особое внимание участкам, которые находятся вблизи объектов социальной сферы. На особом контроле у нас четыре объекта, которые завязаны на школы. Задача поставлена 25-го – собрать монтажную схему и отдать под благоустройство, чтобы к 29-30-му числу у нас уже пути, которые идут к школе и сама территория школы, они были в благоустройстве 100% выполнены. В Самаре начала работу социальная ярмарка. Свежие овощи от местных производителей по ценам ниже рыночных самарцам предлагают приобрести на рынке в Ленинском районе. Ярмарка проработает еще две недели. Подробности в репортаже Марии Левиной. С самого утра на рынке в Ленинском районе ажиотаж. Аншлаг собрала социальная ярмарка местных фермеров из Волжского района. В продаже свежие овощи по оптовым ценам и даже ниже. Благодаря тому, что этим вопросом занялось министерство областное, мы смогли это организовать. Потому что проблема в том, что производители и продавцы очень разрознены. Производителю некогда и невыгодно продавать самому. Люди этого ждали. Как только вчера мы эту информацию стали размещать в соцсетях, отклик был очень позитивный. Действительно, это взаимодействие очень эффективное и нужное не только самим жителям, но и тем, кто производит эту сельскохозяйственную продукцию. Это самый прямой путь доставки продуктов от производителя к потребителю. Без наценок, без накруток. Я думаю, что у этой торговли большое-большое будущее впереди. Администрация Ленинского внутригородского района планирует и дальше реализовывать такие успешные социальные проекты. В ведомство уже обращаются местные фермеры, а также специалисты ведут свой внутренний мониторинг, чтобы в будущем приятно удивлять самарцев. Я вообще рада, что у нас теперь ярмарка, не первый день сегодня. Но смотрите, какая очередь. Цена вообще приемлемая. Свежий урожай морковки 15 рублей, свекла 15 рублей, картофель 18, свежий урожай, местный урожай. Я вообще восхищаюсь. Ну, по сравнению, конечно, с рыночными ценами и с вот этими супермаркетами, мы просто рады. Дай бог, чтобы так и дальше нас как бы баловали хоть чуть-чуть пенсионеры. Ярмарка проработает еще две недели. Точку разместили со стороны улицы Агибалова. Мария Ильевна, Григорий Плешаков. События. Разъяснить и проконсультировать. В 63-м регионе начала работать горячая линия связи с избирателями. Такой механизм во время выборов уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны. Как будет выстроена работа в этом году, расскажет Мэри Елчан. Пункт общественной горячей линии связи с избирателями. Оператор Вячеслав, здравствуйте. Какой у вас вопрос? Получить необходимую информацию о предстоящих выборах просто. В городе началась работа горячей линии связи с избирателями. С 2009 года колл-центр открывается на базе нотариальной палаты Самарской области. Потому как именно этот институт представляет интересы обеих сторон – государства и гражданина. Те вопросы, которые носят, конечно же, массовый характер, я думаю, что власти будут серьезно относиться к таким запросам избирателей. И в этой связи Виктор Александрович Сойфер направил письмо в администрацию губернатора с просьбой нацелить органы исполнительной власти, муниципалитета, на серьезное отношение к запросам избирателей, поступающих из горячей линии. Главная задача горячей линии – не только обеспечить соблюдение избирательных прав голосующих, но и в некоторых случаях разъяснить их. Чаще всего вопросы, которые интересуют самарский электорат, связаны с уточнением положений закона. Особенности избирательной практики и процедур голосования. За последние 12 лет поступило более 2000 обращений. Жителям региона даются разъяснения и проводятся консультации. Работа горячей линии помогает предотвращать возможные нарушения избирательного законодательства и выборных процедур. Руководители, которые сейчас работают, они должны действовать в том направлении, которое было определено и руководством области. Это тоже очень важно. Они ниже там, чем замминистра, должны отвечать на обращения, которые поступают с горячей линией. Получить компетентную информацию о проходящих выборах можно, позвонив по номерам, указанным на экране. Горячая линия будет работать до 19 сентября. Связаться с операторами можно с 10 до 18 часов. В дни голосования, 17, 18, 19 сентября, прием обращений будет осуществляться с 8 до 20 часов. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стал член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями – председатель комиссии по вопросам законности и правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кальцун. Мэри Елчан, Василий Калдашов. События. Впереди вас ждут новости экономики. Их подготовила Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В июле цены на продукты расти наконец перестали. Это временная ситуация? К сожалению, да, цены на продукты стабилизировались из-за хорошего урожая отечественных фруктов и овощей. Что касается промышленных товаров, то там рост продолжился. Расскажу о курсах валют, а потом остановлюсь на этом вопросе поподробнее. Курс доллара на 20 августа 74 рубля 15 копеек. Евро 86 рублей 61 копейка. Нефть марки «Бренд» торгуется на отметке 67 долларов 10 центов за баррель. Банк России в июле зафиксировал замедление роста цен на продовольствие в большинстве субъектов России. При этом почти повсеместно росли цены на непродовольственные товары. Годовая инфляция по итогам июля в России замедлилась и находилась в диапазоне от 4,5 до 9% в зависимости от региона. Основной вклад в сдерживание инфляции внесло снижение темпов роста цен на овощи и фрукты. Благодаря хорошему урожаю отечественных овощей, увеличению объемов производства тепличных помидоров и огурцов, а также импорта фруктов. В ряде регионов наблюдалось замедление роста цен на яйцо и мясо кур. При этом продолжили расти цены на строительные материалы, мебель и легковые автомобили. Производители закладывают в стоимость товаров и сдержки, связанные с повышением темпа роста мировых цен на металлы, древесину, а также продукцию их обработки. Министерство энергетики Российской Федерации и Федеральная антимонопольная служба России рекомендовали временно повысить объем продаж бензина и дизельного топлива на бирже. Эксперты считают, что эти меры должны способствовать сдерживанию цен на топливо. Однако есть и подводные камни, например, снижение числа сделок на бирже. При этом аналитики подсчитали, что снижение цен возможно уже этой осенью. Ежедневная реализация нефтепродуктов должна осуществляться через биржу в объеме не менее 12% от объема производства для автомобильного бензина и 8,5% для дизельного топлива. Однако, по мнению экспертов, основная причина роста цен – высокий нетбэк, а не нехватка топлива. Это ценовой ориентир для нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний, имеющих возможность отправлять свою продукцию на экспорт. Нетбэк рассчитывается как экспортная цена на тот или иной вид топлива за вычетом транспортных расходов и налогов. Чем выше нетбэк, тем менее выгодно реализовывать бензин на внутреннем рынке по имеющимся ценам. Поэтому производители их увеличивают. Экспорт агропромышленной продукции из России вырос на 18% в годовом выражении и составил 18 645 млрд долларов. Экспорт зерновых за отчетный период увеличился на 16%, продукции масложировой отрасли на 40%, поставки мясной и молочной продукции на 25%, экспорт рыбы и морепродуктов вырос на 7%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на 6%, 11% поставок пришлось на ЕС и Китай, на Турцию 12%, Южную Корею 7,5%, Казахстан 6%, Египет почти 5%, Белоруссию 4%, Украину около 3%, Узбекистан 2%, Норвегию 1,8%. Поставки российской продукции АПК в ЕС выросли на 30% в годовом выражении, в Турцию выросли на 24%, в Южную Корею на 54%, в Казахстан на 17% и только в Китай снизились на 6%. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Проблему бездомных животных сегодня обсудили общественники совместно с городскими властями. Первый круглый стол по этой теме прошел в администрации Самары. Возможные варианты решения предложили представители ветеринарных служб, Департамента благоустройства и общественной палаты, а также эксперты собаководы и защитники животных. Тему продолжит Сергей Кизоркин. К проблеме безнадзорных животных вновь вернулось самарское сообщество. Варианты решения предлагали общественники, ветеринары, защитники животных и собаководы. Среди них и сотрудник телеканала «Самары ГИС», кинолог, ведущий передачи «Хочу домой» Виталий Рылеев. Ежедневно он пристраивает найденных на улицах города животных в добрые руки. Однако решить проблему глобально, отмечает Виталий, можно только убрав с улиц города прекрасную половину четвероногих, то есть самок. В каждом районе должна быть мобильная группа из двух-трех человек, которая будет реагировать моментально на звонки людей с этого района, именно с этого района. И бригада будет выезжать, именно отлавливать тех собак. Эту суку просто надо изымать из этой стаи. Все. Тогда мы практически будем, ну, уже приблизимся хотя бы на шаг к тому, чтобы решить эту проблему. Сейчас городских собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют. И в том случае, если животное не агрессивно, его снова выпускают на волю. Если, по мнению кинологов, собака представляет опасность для людей, она навсегда остается в приюте или до передачи новым владельцам. За круглым столом специалистами профильного департамента и ведомств было предложено дополнительно несколько вариантов решения проблемы. Среди них чипирование и стерилизация. Причем подобные процедуры нужно проводить не только уличным собакам, но и домашним, если владельцы не занимаются разведением породы. Мы создали рабочую группу, которая на следующей неделе выработает предложения и для города, и для области. Возможно, и предложения по изменению в федеральном законодательстве, для того, чтобы мы могли спокойно выходить на улицы. Все прозвучавшие в ходе обсуждения предложения будут обобщены и наиболее интересные впоследствии реализованы. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 445 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 84 959. Такие данные в четверг, 19 августа, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 204 человека. Всего с начала пандемии из больниц выписали 74 705 пациентов. За коллективный иммунитет в регионе продолжается масштабная кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется пожилым и пациентам из группы риска. Для удобства жителей работают мобильные прививочные пункты. Сегодня вакцинация прошла в поселке Нагорный. На иммунизацию смог прийти любой желающий старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. Продолжит Мэри Илчан. Около третье население на сегодняшний день вакцинировано в городе Чапаевск. В числе тех, кто решил обезопасить себя и близких от вируса, Наталья Чупина. Для того, чтобы получить второй компонент вакцины, женщина приехала в поселок Нагорный, где весь день работал мобильный прививочный комплекс Чапаевской центральной городской больницы. Я считаю, что на данном этапе прививаться нужно. Слишком большой процент заболеваемости, поэтому все, кто может, кому нет медотводов, привиться дольше. Прививка помогает выработать иммунитет к вирусу и гарантирует легкое течение болезни. Если вакцинированный человек и встретится с ковидом, то перенесет его не в тяжелой форме, говорят врачи. Медики рекомендуют вакцинироваться до начала прививочной кампании от гриппа, так как между процедурами должно пройти определенное время. Приоритетной группой в плане иммунизации остаются пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и лица из группы риска. Словом, те, у кого коронавирус может вызвать тяжелое течение болезни. Вот как раз эта группа, имеющая ряд сопутствующих заболеваний, наиболее уязвима при заболевании новой коронавирусной инфекцией и дает максимальное количество осложнений. Вот те заболевания, которые у них есть, хронические, они являются не противопоказанием, хочу еще раз просто про это заметить, а наоборот показанием для вакцинации. Эти люди должны быть вакцинированы в первую очередь. Сегодня привиты почти 90% соцработников и больше 80% медработников региона. На этой неделе в Самарскую область поступило почти 37 тысяч комплектов вакцины «Спутник Ви» и 18 тысяч «Спутник Лайт». Мэри Елчан, События. В России появится пятая вакцина от COVID-19 и скоро будет зарегистрирована, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В конце июня Центр «Вектор» подал документы в Минздрав на регистрацию новой разновидности вакцины «Эпивак Корона». Ожидается, что препарат одобрят до конца августа. Напомним, сейчас в России можно сделать прививку одной из четырех вакцин «Спутник Ви», «Эпивак Корона», «Ковивак», а также «Спутник Лайт», которая рекомендована для повторной иммунизации. Чтобы возможность попасть к врачу была доступна всегда, в Волжской центральной районной больнице состояло заседание общественной комиссии по здравоохранению областного законодательного собрания и профильной комиссии общественной палаты региона. Какие решения необходимы для оптимизации работы медиков и что по этому поводу думают представители общественности, расскажет Ольга Хомракулова. Волжская центральная районная больница обслуживает порядка 60 населенных пунктов. Непосредственно в Южном городе действуют два отделения ЦРБ. На базе одного из них открыли ковидный госпиталь, который действует и сейчас. Потому важно убедиться, что первичная медицинская помощь в Южном городе остается доступной каждому. На это направлено выездное совместное заседание общественной комиссии по здравоохранению областного законодательного собрания и профильной комиссии общественной палаты региона под руководством Марины Седухиной. Сегодня мы работаем в поликлинике Южный город 1. В первую очередь это, конечно, чтобы прийти ко времени, чтобы человек не ожидал долго очереди, чтобы встретиться с врачом и проконсультироваться или попасть на прием. И сегодня мы увидели абсолютно нормальный логистический процесс. Осмотрели поликлиническое отделение, дневной стационар и прививочный кабинет. Уделили внимание разделению потоков пациентов с температурой и без. Что важно, оставить свой отзыв о качестве условий, предоставляемых медицинских услуг, может каждый. Каждый житель Самарской области может зайти на сайт Минздрава Самарской области и запомнить эту анкету, в которой может выразить свое мнение и оценить качество условий, предоставляемых услуг медицинскими организациями, в которых он обслуживается. Такие совместные выездные заседания в медицинские учреждения региона будут продолжаться. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин. События. Весь мир сегодня отмечает Международный день фотографии. Ровно 182 года назад во Франции была представлена технология получения изображения на светочувствительной металлической пластине. Прототипы современных снимков. Тогда фотографии напоминали рисунки. Спустя два десятилетия появились цветные изображения. А в 1981 году была представлена первая цифровая камера. Сегодня для одних фото дело – способ заработать, для других – хобби. Тему продолжит Михаил Ермоленко. Для хорошего снимка мало правильно выстроить кадр, рассказывает Дмитрий Иванов. Мастер знает, что важнее вложить в фотографию свою индивидуальность. Тогда и снимок запомнится не только заказчику, но и самому себе. Фотография для меня – это либо показать мир, как я его вижу, если мы говорим о творческой фотографии, либо это просто запечатлеть момент какой-то эмоциональный, красивый, близкий сердцу заказчику. И поэтому я очень люблю фотографировать эмоции, когда человек находится в таком состоянии, когда показывает свой внутренний мир, когда показывает, что он переживает. С мнением, что самые яркие фотографии получаются на торжествах, Дмитрий не согласен. Он активно занимается спортом и, соответственно, влюблен в спортивную тематику. Подобные фотосессии являются его основной работой на протяжении шести лет. Чтобы передать всю страсть и упорство спортсменов-моделей, либо устроить качественное фото биеннале, у Дмитрия свои приемы. Есть определенный список этих приемов, чтобы создать кадр, но, наверное, каждый художник, каждый фотограф в поисках того самого идеального своего кадра. Я, как и многие фотографы, люблю работать со светом. И мне нравятся, например, фотографии в темном ключе, с одним источником света, там, рембрандтский свет. Вот мне вот это близко. Наряду с адептами цифровой съемки есть в Самаре и любители классики. На пленочный фотоаппарат Филипп Елистратов начал снимать еще в 2009 году. В 2016-м на базе творческого кластера «Дома-77», что на Ленинградской, собрал таких же увлеченных единомышленников. Больше всего ребята ценят именно кропотливый процесс проявки, когда своими руками из пленки создают снимок достойной фоторамки. Тебе понадобится и пленка, и фотобумага, и реактивы, и какое-то оборудование. И, конечно, чем дальше ты, чем глубже ты ныряешь в это все, все становится дороже, все становится сложнее. И здесь это такой, у самурая не цели, есть только путь. Покуда ты наслаждаешься всем происходящим, покуда тебе нравится сам процесс, ну и, конечно, результаты, которые у тебя получаются, цена уже не так уж и важна. По сравнению с цифровой съемкой, ее аналоговый вариант менее затратен, рассказывает мастер. Поначалу достаточно будет от 3 до 5 тысяч рублей на первую камеру и 30 метров пленки. Если делать все вдумчиво и понимая, что ты делаешь, и, я не знаю, последовать некоторым советам, то порог вхождения минимален. А у многих какая-то камера уже лежит где-то на антресоле, осталась от бати, дедушки, бабушки и так далее. Если фотоаппарат хинически исправен, это достаточно будет для съемки. Всемирный день фотографии. Праздник не только профессионалов, но и тех, кто любит фотографироваться. Ведь особо ценными для нас снимки становятся спустя годы. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События. Самара отмечает яблочный спас. Он совпадает с церковным праздником преображения Господня. Сегодня в церквях освящают не только яблоки, но и все плоды нового урожая, которые начинают поспевать. С наступлением яблочного спаса принято готовить всевозможные блюда из яблок. С ними пекут пироги, начинают варить первое варенье, делают салаты и десерты, украшают ими свой праздничный стол и дарят каждому гостю. В Самаре праздник отмечают в соборе Кирилла и Мефодия, храме в честь Святого Вознесения Христова, храме Петра и Павла и во многих других храмах города. Самарские теннисистки продолжают подготовку к заключительному турниру Большого шлема в этом сезоне – US Open. Он начнется 30 августа. Дарья Касаткина из Тольятти не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA 1000 в Цинциннате. В стартовом матче Касаткина в двух сетах проиграла 9-й сейной представительницы Чехии Барбаре Кречиковой со счетом 3-6-2-6. А вот золотая олимпийская медалистка Анастасия Павлюченкова турнир пропускает из-за проблем с визой. Она была посеяна под 16-м номером. Уроженка Самары отметила, что планирует получить визу как раз в US Open. Перед этим обе спортсменки выступали на турнире в канадском Монреале. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на нашем официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok